Размах крыльев птерозавра-гиганта мог достигать 10 метров один из представителей группы аждархидных динозавров для того, чтобы наконец приземлиться после плодотворной, или не очень, охоты, криодракон Бора был вынужден усиленно хлопать крыльями для более-менее успешной посадки, после чего он тяжело падал на землю и пытался встать на четвереньки. Несмотря на свою крайнюю неуклюжесть, гигантский птерозавр по праву считается одним из наиболее совершенных доисторических существ, так как он стал одним из первых видов на планете, успешно освоивших полет. Ближайшим собратом аждархидакрия дракон Бора считается птерозавр кетцелькаатль, который был назван в честь гигантского пернатого змея из верований древних индейцев майя. У птерозавра, по размерам схожего с современным жирафом, также хорошо была развита способность к полетам, причем некоторые особи могли даже с легкостью преодолевать океанические расстояния. Скорее всего, вес кетцелькаатля достигал 250 килограммов, что делало его одним из крупнейших летающих птерозавров мелового периода. Кажется, нам очень повезло, что сегодня к нам в окно квартиры может залететь максимум воробей или голубь, а не 250-килограммовое хищное существо из мелового периода. В любом случае исследователи считают, что и обнаруженный кетцелькаатль впервые появились на нашей планете около 230 миллионов лет назад и произошли от рептилий, хорошо приспособленных для прыжков и бега. О родстве между двумя видами говорит тот факт, что найденные останки конечностей птерозавров имеют большое сходство с лапами современных рептилий. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.